Тихуана очень знакома за ручку. Можно спросить, на что я рассчитываю. Меня же здесь могут грохнуть. Новая кровь всегда нужна американской экономике. Это как бы полезно для экономики. Дезафортуна, эти пять человек уже не говорили с сигнами виталевыми. Сильно переживаю и боюсь тех вещей, которые меня ждут, например, по моему возвращению на родину. Меня ждут в Капа-Мехико. И именно вот в этом месте почему-то не хватает одного пролета стены. Сейчас я нахожусь на одном из самых крупных в мире пограничных переходов в Тихуане. Это переход Сан-Исидро автомобильный. Обычно люди прилетают в Тихуану, покупают здесь автомобиль с калифорнийскими номерами и пытаются на нем заехать на территорию США для того, чтобы попросить политическое убежище. Им нужно заехать за так называемые пупырки, которые здесь находятся уже совсем недалеко. Но это бывает сделать сложно, потому что их разворачивает офицер и не дает им заехать на территорию Соединенных Штатов Америки. Я договорился встретиться с Койотом. Он занимается тем, что нелегально переводит людей через границу. И для моей безопасности, и для его безопасности мы с ним договорились встретиться в центре города и поехать к месту, где отсутствует секция стены. Я помогаю людям пересекать границу нелегальную. Давно ты этим занимаешься? Продавал машины изначально, где-то примерно год назад. Многие не могли проехать и начали спросить какую-то альтернативу. И вот я нашел альтернативу, заход, пеший заход в Аризонию, через речку, в районе города Уласов, Балгадонес, Сан-Луис. Я работал там с человеком, которого зовут Нарес. То есть он был связующее звено между мной и Кика. Кика это человек от картеля, который у него там дом рядом с границей. Такой концентрационный. Туда привозят большое количество людей, так как каждый день. 50-70 человек со всего мира. Над землей мы летим. Потом еще 4 тысячи. И тут 15 тысяч километров. Представляешь? Остался последний рывок. И они забрасывают в эту группу на границу, где американские пограничники их забирают на автобусы. Все, вон там автобус подъехал. Американец сказал туда идти нам. Что? Америка? Сейчас. Дойдем. Вот речка. Вон там Курузные поля. Кика там целая команда. Они на джипах завозят этих людей уже на границу. Каждый день там 50-70 человек. Они используют дроны, смотрят, когда там гвардия, на себя есть на местности, когда ее нету. Когда миграционные службы есть, когда их нету. То есть они вот такие окна выбирают, когда никого нету, и выбрасывают, в том числе, русскоговорящий десант на границу. Если немного полазить по гугл-картам, можно даже найти посты миграционной службы и гвардии националь, которые эти ребята из картеля обходят. Вот, соответственно, на гугл-стрит-вью с ближайшей трассы мы можем посмотреть. Здесь стоят гвардия националь и стоит миграционная служба прямо совершенно рядышком со стеной. А в стене есть проход, который ведет в США. Ну вот, это и есть то место. И тот автобус, который нам нужен. Страшно. Очень страшно. Тут видно, как переходит. Вон там стена уже. Тут Мексика. Там за забором Америка. Пап, ты там мешаешь в Кузняшке? Да, да, Саня. Я у тебя уже в жаке. Да, да, Саня. Все так. Если честно, это очень страшно. Так, подожди, я посмотрю, вот здесь. Сына решил пописать. Страшно. Вот все, вот туда нужно дойти. Там стоит автобус. И все. Вроде так. Ну, очень страшно. Всем привет. Меня зовут Мирослав. Мне 19 лет. Я родом из Челябинска, Южный Урал. И сейчас я нахожусь здесь, в Тихуане, в буквально 100 метрах от границы с Соединенными Штатами. К этой мечте я иду. Поэтому сюда я приехал. Меня зовут Клим. Я из Казани. Мне 31 год. Я нахожусь в городе Тихуана, Мексика, на границе со Штатами. Меня зовут Алексей. Мне 47 лет. Я из России. Мы путешествуем с сыном вдвоем по миру. Волонтерим на разных проектах. Ну, и просто смотрим на все, что происходит вокруг. Я пытался получить визу в Монголии, поскольку у нас в России посольство не принимает на интервью на какие-либо визы. С последнего года Путин всех выгнал, консул. Я поехал в Монголию, прошел интервью, но мне дали отказ на учебную визу F1. Сильно переживаю и боюсь, Илья, тех вещей, которые меня ждут, например, по моему возвращению на родину. Потому что, имея такие политические взгляды, как у меня, да, ну, давай быть откровенными, честно, они оппозиционные, полностью оппозиционные, да, я осуждаю нашу власть сейчас и делают публично. Я, например, в соцсетях тоже пащу карикатуры. Я человек пишу, я пишу стихи, пишу прозы, пишу путевые заметки, какие-то прочие вещи. У меня очень много вещей, которые, за которые сейчас в России можно уехать там, ну, не на один год. Вот мне не хочется с этим сталкиваться. Я не хочу, я не хочу бояться. Я не хочу испытывать страх при виде полицейского. Я не хочу вздрагивать от стука в дверь или звонка в телефон с незнакомого номера. Да, зачем мне это? Я был у себя дома, я был в безопасности. И тут мой дом стал в одночасье небезопасным. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. О проведении в Российской Федерации частичного ремонта. А вот это уже пешеходная очередь в Соединенные Штаты Америки. И бывают такие люди, которые пытаются пройти здесь, по 10, по 20 раз пробуют пройти в США. И даже есть удачные попытки, то есть, когда люди там с 30-го раза, но проходили в Соединенные Штаты Америки и таким образом просили политическое убежище. Чтобы пройти, да, здесь достаточно оказаться просто вот за калиткой. Здесь такой забор, калитка, стоят офицеры, и тебе достаточно туда как бы зайти, пройти, оказаться на американской земле, и ты можешь просить убежище. У тебя есть пророк из США, у тебя есть? Я не понимаю, у меня есть вот эта лимитация, извиняюсь, 31 секунды. Кто-то должен спонсоваться вам, чтобы вы COMING на Союз. У меня естьрочная цель. У меня естьрочная цель. У меня естьрочная цель. Хорошо. У меня естьрочная цель. У США сейчас установлено на Титл 42. Для выполнения этого Титл 42, на этом вы можете получить исход. Только эксклюзивные случаи, у них имеют оперативный дирекологический или у них были виноваты от своих семей в этом миграторе, они были встальные. И как они не смогут, они сделали, сзадиом в автомобиле, За последнюю неделю двое человек утонули, пытаясь перейти на границу штатов. Вот как люди бегут. Офигеть, это очень жестко. Черт. Черт. И да ладно. Он упал. Парень, чего? О, Господи, с кем помочь как-нибудь. Его вынесли спустя полчаса на американскую сторону. Не знаю, хотел ли он попасть в Америку или нет, но он туда попал. Если есть от чего бежать, мне кажется, человек по любому пути найдет. Есть двери, вполне себе открытые двери в забор. Есть конец забора, есть реки, подземные реки. Это потому что, для меня, этот муру не должно существовать, но он находится. И мы не можем убить. Мы не можем стирать, как Берлин, но мы можем поменять. И это что я делаю. Мы становимся в муру фронтерируем, в муру коллективо. Мы делаем, visualно и эмоционально, что человечество должно видеть, как изменения. Какое, как эмоциональное вынесение, то можно привести к другому пути. Эта часть, который муру, символизирует много для многих людей. И мы не видим, как разрушение, как разрушение, как разрушение. Моя компромиссия, мой предложение – это изображение. Это то, что я думаю. Я сейчас нахожусь в Тихуане, практически в самом центре, и здесь благотворительная организация. Приезжают каждое воскресенье кормить людей бесплатной едой. Часть из них – не мексиканцы. Они приехали сюда из Латинской Америки на грузовых поездах, автостопом. В общем, разными способами они сюда добрались. Эта работа мы делаем, потому что Библия говорит, что в Исаии 58 что мы должны дать иметь ламбриенто. Все, кто идет на улице, все эти люди, они приехали здесь, потому что они не имеют дома. Иногда они были депортаны. Они остались без дома, без работы. Пробовали перейти в Соединенные Штаты Америки, но у них не получилось. У некоторых получилось, но их депортировали сюда. И теперь у них нет средств вернуться к себе на родину и нет средств продолжить свой путь в Соединенные Штаты Америки. Они здесь застряли в Тихуане и вынуждены приходить вот сюда за едой, питаться. Десятый труд, в то время, что я не беспокоен, и продолжить срочное прежнение, и это лучше для меня. Когда они спрятали один раз, я покажусь на другую сторону. Есть много возможностей, конечно. У меня есть кухня! Я сейчас ходил в Тихуане, из Тихуане, из Тихуантепеха, и я ходил в Тихуане, и я ходил в Тихуане, и я ходил в Тихуане, Я желаю быть в Тихону, чтобы помочь своих птицов. Я и моим друзьям спрятали, на банке. Сегодня я не знаю, где мы будем спрятать, но, прежде всего, мы будем спрятать, мы будем спрятать, хорошие и плохие, в городе, где мы все счастливы. Каждый из моих друзей, здесь у меня были на улице, и это так, как они чувствуются, они чувствуются, и мы были recompensаны, чтобы приехать и работать для Бога. Я живу с моим мужем в Габиас Горде. У меня была очень комфортная ситуация, и я была хорошо в жизни. Очень трудно вернуться к человеку, это не может быть. Поэтому она и я, мы продаем одежду, и так мы живем. Как продают? У нас нет. Немного полиции не позволяют нас продавать, потому что мы не можем иметь разрешение. И без разрешения мы не можем перестать в порядке. Мы должны идти и посмотреть, что они приходят. Поэтому, если нет, они нас ждут три дня. Есть мексики, есть хондурцы, есть гуатемалтеки. Есть из многих стран. Здесь в Тихуане я встретился с местным журналистом, который занимается освещением преступлений. То есть он работает на агентство и каждый день выезжает на места преступления, делает фотографии. Потом эти фотографии на следующий день появляются в газетах или в этот же день появляются на новостных порталах. Собственно, в этом заключается его работа. И я хочу поездить с ним по городу, поездить по местам преступления и понять, насколько же здесь в Тихуане может быть опасно с перспективы этого журналиста, с точки зрения этого журналиста. У него здесь в машине, у него специальная машина, в машине рация, он слушает Красный Крест, пожарных, полицию. И одним из первых узнает о том, что вообще произошло, собственно, и сразу же выезжает после этого на вызов. Здесь можно узнать как «пика…» 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 «того живут» «пика…» «пока» Они используются по делинкуетам. Они используются для продвижения, для обеспечения автомобилей, для многих вещей. Мы можем увидеть уже элементы. На Санкт-Петербурге. У нас уже в речи. Знаешь, что? Солнце будет уничтожить. Все установлено. На Санкт-Петербурге. Понятно, я не могу сказать. Я не знаю, где я пришел. Нужно шести. Мы будем проверить. На это, где я исчезду. Потому что, что у нас есть солнце. Мы будем проверить. Я не знаю, что не снял солнце. Мы не можем идти. Нет, я не вижу. И девочки? Это люди, которые уже живут здесь. Полиция цепила здесь все. С этой стороны стоит кордон. За него нельзя пройти с той стороны улицы. Тоже стоит кордон внутри. Разрешено находиться только тем людям, которые здесь живут. И, соответственно, у репортера, с которым я это все езжу снимать, у него фотоаппарат с таким зум-объективом, чтобы можно было снимать издалека. Спустя полчаса на место приехали криминалисты на своей специальной машине и переоделись в такую свою белую униформу. Ну, видимо, чтобы не оставлять каких-то следов. Когда они будут собирать улики. И пошли на место преступления с фотоаппаратом, в перчатках. Люди, которые здесь стоят в картоне. Полицейские, Гвардия Националь. Они все очень хорошо экипированы. То есть они с автоматическим оружием. В бронежилетах, в касках, в камуфляже. То есть дело серьезное. Гвардия Националь. Гвардия Националь. Пусть восстанавливает к нам. Гвардия Националь. А вперед пустите на этот порт. Поехали. Хорошо. Приглубие. Редактор субтитров А.Семкин Стало ясно, что это было подпольное казино, где люди играли нелегально. Там стояли такие машины-автоматы, куда закидывали монетки. И, в общем, получается, что 6 человек там убили. Я не знаю, как уж так произошло, либо что-то там не поделили, либо пришли с конкретной целью ограбить это место. Но факт остается фактом, 6 человек сейчас там мертвы, да? Приехала полиция, криминалисты, журналисты. Это их работа, это выяснить. Будет расследование. Пока что расследования пока не было, да? Еще рано обо всем этом говорить. В Тихуанане они очень знают, precisamente, по этой ноте рожей, да? И это, как говорят, панк каждый день в городе. И это то, что больше обменяет, это события, которые, ламентабельно, больше обменяют в городе. Мы, как периодисты, приехали после того, как происходят все. У меня не было интересно. У меня получилось, как�ن, где-то такая, но жизнь кончайна и абберния. Давайте мы так уже потом увидим, что-то там инстанкт. И они выполняют, например, что-то требуется, как и передают следователы. полиция сказала что еще тела будут выносить не скоро еще несколько часов здесь будут работать криминалисты а может быть и всю ночь потому что ну нужно собрать много много материала много улик и непонятно когда они закончат мы сейчас отсюда будем уже уезжать так же как и все журналисты они сняли репортаж и уезжают я персона сяно пера sima saco de ondell vato porque me kira chocar и messer el party поделит аминь и не серия пас и лисе лафинта лутима сам пропозит а para que te bajes и по анробарте то vehículo отепо на салтар much asilo lo hacen акин тихоан и я поза общался с русскими и они решили буквально здесь мы переплыть границу они это сделали ко мне подходит mexicanец который занимается тем что ставит лестницу за 200 долларов и люди перелезают соответственно этот забор на пляже и у него появились ко мне конкретные претензии что мои друзья перелезли не заплатив никакие деньги ему и видимо он считал что я сейчас должен заплатить эти 400 баксов с каждого человека за них за то что мои друзья вот руссо перелезли он меня начал преследовать было момент было желание сильное даже в полицию сдаться как-то сказать что ребята меня преследует даже невзирая на то что полиция то тоже не сильно лучше могут там детеншин забрать и так далее в отелях стараемся не жить говорят так что бывают полицейские облавы на отеле и некоторые мексикосы они требуют взяток я больше всего боялся на самом деле прилета в тихуана ибо слышал что иногда отводят стекляшку требует взятку они прекрасно понимают куда ты едешь зачем ты есть соответственно тебя есть деньги часть которых себя можно стрясти очень часто русскоговорящие которые сами пытаются пересечь на машине допустим они не говорят ни на испанском и на английском муниципальная полиция она устраивает театр создает атмосферу без исходности пугают надевают наручники начинают обыски открывают чемоданы вещи находят деньги забирают иммигранты не знают о своих правах они ничего не могут этому противопоставить они не говорят на языке просто отдают деньги лишь бы их отпустили потому что полиция пугает что они называют микросъем сейчас я прохожу рядом с полицейским участком я здесь ходил с русскоязычными мигрантами и все они обходят этот полицейский участок стороной чтобы не связываться с полицией потому что очень много бывает с ними проблем до полиция со слов мигрантов часто их граби то есть останавливает обыскивает делает вид что они совершили крое туда преступления особенно это часто происходит после попытки пересечь границу сша да там на автомобиле и они так специально знаешь все играют такую роль один стоит наручниками так бьет типа ну извините ребята типа это закон мы не можем против него пойти ближе как те подходите по всему давайте собираться все сейчас машину это забираем у вас игру может быть мы какие-то можем тикеты там оплатить ну за наши там как вы говорите правонарушение мы не знаем закон в мексике давайте ну как то объясните нам что можем сделать может быть какая-то штраф за это есть или что он такой ну да возможно штраф можно оплатить ну и набирает нам на калькуляторе цифру в две с половиной тысячи долларов расскажи как решается проблема с полицейскими вот если они что-то предъявляют ну вначале нужно попасться полицейским чтобы они предъявили да тут часть моей работы это не попасться но если уже так случилось что у нас тормознул или там допустим муниципальная полиция проверяют документы оказывается что у меня на борте находятся там русскоговорящие с визами да мексиканскими мы никакой закон не нарушаем но если как бы мент очень хочет денег да я ему дам денег договорюсь с ним там на какую-то сумму дам и он отпустит и мы поедем дальше любой вопрос в принципе решается за деньги мы не собираемся переходить незаконным способом мы пойдем через одну из благотворительных организаций они делают это за деньги есть мнение что это все официально есть мнение что это немножко всерватая схема поскольку деньги благодаря организации должно быть это все бесплатно такие есть бесплатные но насколько знаю там очередь ожидания доходит до годов это будет абсолютно законно абсолютно легально и это несколько упростит сам процесс легализации и начального пребывания может быть это какая-то взятка за то что тебя быстрее пропихивают но тем не менее стоит 2000 баксов данный момент ожидание где-то месяц и я буду переходить там каким способом когда приезжаешь мексику отсылаешь gps метку и тебе назначают дату но еще анкету заполняешь для себе пи офицеров чтобы они знали кто кто когда пойдет что ты себя представляешь ты просто должен как-то наиболее безопасно провести время на территории мексики до даты перехода все дальше уже встречаешься тебя консультировать говорят что делать переходе плата происходит по бумагам у них за консультацию а сам приход бесплатный но переход без консультации невозможен то есть понятно что отказаться от этого навязанного навязанной консультации не получится но да это почти официально почти легально сейчас появились благотворительные организации как бы благотворительные да в кавычках то есть почему я говорю как бы они благотворительно что не занимаются ты им платишь деньги не прикрываясь своим статусом благотворительной организации которая должна по сути эту деятельность делать бесплатно да оплатив им там две две с половиной тысячи долларов за человека в общем помогает вам перейти через границу через официальный кпп по спискам преимущество такого перехода заключается в комфорте да то есть вы не попадаете в ордер детеншн хотя бывают случаи что и там люди отвозят на ордера дальше в детеншн это все зависит все индивидуально все зависит от пассажира и вот платить за переход это нелегально да то есть эта схема нелегально ребята то есть если вы будете искать людей которые вам будут гарантировать переход за какие-то деньги не верьте да то есть переход не может стоить денег я только что пробил название этой организации в реестре в соединенных штатах америки и такой благотворительной организации не зарегистрировано because you will be a guest in tijuana you have to understand that there will be fees that you will need to pay that we have negotiated with the groups in power договоренность существует между cбп и благотворительной организации которую крышует некий рафаэль да кто то возможно слышал про него это человек ну я не знаю как бы говорят что это положение este miércoles se realizó un decomiso donde se encontraron más de medio millón de dólares a una pareja rusa y a un ciudadano mexicano y es probable que se esté generando una situación de tráfico de persona у него есть помощник зовут майк русскоговорящий главный кассир который собирают деньги и все это дело крышуется муниципальной полиции эти деньги в районе двух двух с половиной трех тысяч они вот так как-то распределяются между полиции благотворителями и вот рафаэлем и его команды одно из нововведения американской пограничной службы это приложение cbp one недавно в нем появилась возможность записаться на переход границы всем соискателям политического убежища чтобы это сделать нужно всего лишь иметь приложение на своем телефоне и иметь поручителя в штатах который готов за вас поручиться теперь не придется пересекать границу нелегально не придется лезть через стену плыть через реку но есть и свои минусы каждые две недели 8 часов утра открывается запись в этом приложении и проблема в том что за несколько часов запись закрывается и не все успевают записаться не у всех получаются таким образом перейти границу я нахожусь в лагере для мигрантов с латинской америки и они ждут здесь решение чтобы попасть в соединенные штаты америки у них нет денег оставаться так долго здесь снимать себе отели и так далее поэтому они живут здесь в этом лагере для мигрантов некоторые здесь уже по три месяца и больше и в этом лагере живет примерно полторы тысячи человек на протяжении уже нескольких лет то есть люди постоянно сменяются приходят новые и это только один лагерь вот так примерно можно оценить поток людей которые идут в соединенные штаты америки и я тем не а у наказать и тем не амур доста яси то перонорно террано англия к обране поезд и тонну и у но я но подъявили да я но подъявили да я поиск бейо пир я но подъявили старой и портки нас синие депо кеноменима на мотру мотаром утро весен и я но подъявили мотаром милю по кубриду он бога я обиталу донюк ему андава здесь прямо в стене есть дверь и говорят что эту дверь иногда открывает чтобы люди которые живут в сша и люди которые живут здесь в мексике особенно те которые не видят друг друга могли обняться и говорят что последний раз так дверь открывали уже несколько лет назад были ограничения связанные с к видам но и как-то и до сих пор не довелось ее про что открыть и обняться сейчас через эту стену нелегально переходят люди при поддержке местных группировок так сказать и прямо сейчас я это вижу глазами но не могу снимать потому что я не хочу чтобы меня после этого завалили как бы происходит у них у двоих наушники типа в ушах они переговариваются с кем-то делают эти выглядят так как они будут проходить кем-то чудом не удалось уехать с пляжа был такой шанс что они меня где-то подкараулить эти ребята на выходе отберут камеру с материалом либо сделают еще что то что мне может не понравится это стихуана из-за революцион в этом моменту селева как у нас позицию de carlos антигос и лихенки клеуса там бен лог и вне сиен долл стилопа чуку умови менток из и gesto и los angeles california и los темы и las сервисы los 40 50 сегодня вечер воскресенье здесь центре тихуаны концерт рэперы читают рэп музыканты поют баллады о любви люди танцуют веселятся пьют пиво развлекаются но обычно ты приезжаешь на место говоришь что вот я хочу здесь работать привозить сюда людей сколько это будет стоить они звонят вышестоящему спрашивают и говорят тебе квоту да допустим 600 долларов ты должен платить за каждого привезенного туда они тебя фотографируют тебя твою машину и в следующий раз когда ты туда приезжаешь или привозишь кого-то ты должен привезти деньги сколько стоит перейти граница таким образом ты юрий дочь что ли можем мы не будем касаться это тема да сколько стоит то рыночная цена тысячи долларов как скажут люди которые занимаются в среднем берут тысяч кто-то больше кто-то меньше лишь секция отсутствует по этому обрагу проходишь ты знаешь почему там секция ну как бы догадываюсь в чем догадки кто-то знаешь не захотел чтобы она там была потому что достроить такой кусочек вообще не сложно я изучал границу досмотрел где отсутствует секции на некоторые места делал как локейшин скотин приезжал то есть осмотрел так и нашел и тут найти ничего сложный эффекту если искать таких мест много находимся в черте города это огромная секция забора отсутствует не все про него знают но такое место я бы я его не использую не считаю очень безопасно вокруг много местных кто-то из них так или иначе связан да с картелем здесь надо договариваться с местными ценник высокий выставляют сколько они выставили 600 человек только вот и за вот у меня есть помощники когда это необходимо но в основном один в плане вот там с машинами механик там дитейлер кто-то готовит машину есть еще несколько человек внештатных так скажем они в курсе происходящего или кто-то в курсе кто-то нет расскажи как но если какие-то гарантии перехода для мигрантов на сегодняшний день у меня не было сечек ну то есть не было звучит как реклама стопроцентной гарантии нет ни в чем что 97 5 как ты с моральной точки зрения к этому относишься я не очень вам не очень нравится это нервная работа то есть я не знаю вначале мне это нравилось но последнее там давай не будем натоте ну а как у стас должен быть на чекун то есть постоянно следить следить за собой то есть я здесь использую несколько телефонов там sim card я стараюсь менять место жительства машины тоже стараюсь меня и пара дегара кида не мог и кросса автору пайс из лесу рельда америка рельсур или с пусть курса рельдарьян и америка центра на практика ластаки с у на экспориенция кино хирурги верным ну там а сами ими вида мою ривы мучу спорта саяния тарьян здесь вокруг лагеря на холме расположен такие маленькие кажется что домики на самом деле это не домики а маленькие кухни в каждой из них люди готовят виду это люди с гаити они готовят свои видимо собственные какие-то блюда но но по демоском милла лаку мина киосе станку сенандо кому но это но это nuestra культура 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 в менте и ускор сенан кому и нас отрока культура в менте пути на вас на комиану устро а теперь самая сложная задача выбраться из этого места и остаться не ограбленным потому что этот лагерь находится на окраине тихуаны и здесь здесь именно возле лагеря безопасно да что здесь много людей ну вот дальше сейчас пойду там опасно могут ограбить а сейчас темнеет я не успел отсюда уехать до темноты то заниматься кило персоной кипус нас компрано потому что кикновая агвардана тима тезаке уаппаратом артуре на гунас карлос и естественно кивен демоса лава пара кинетам я каминара стаяс табаку к сатан давамус квантовали ага депенде дель-дель-дель-дель-галону дель-гарфонка траган депенде дельта маню пора кемпло 10 литров 10 литров то вале 10 pesos a peso и литро для безопасности она просился поехать вот с этим сеньором который здесь развозит воду чистую для местных жителей он здесь все знает и я сейчас просился с ним автостопом поехать mucha gente que se cruzan otro lado que was in papel es pues que se cruza illegal pueden durar un año dos años 3 años и los agar la migra y los deportan hacia tijuana pues los que son mexicanos como yo no tienen aquí normalmente familiares ni casa pues van a dar una parte que le dicen el bordo ahí termina casi la mayoría de la gente pues son indigentes pues aquí le dicen indigentes a la gente que vive en la calle que no tiene hogar porque sabe sobre esto o que yo sé sobre esto porque yo aparte de esto yo trabajo en una clínica de rehabilitación pues y aparte todos los que vivimos en tijuana conocemos el bordo y de hecho es gente pues de no nomás mexicanos hay gente también de de estados unidos que se viene aquí pues por no sé pues cuestión de las drogas y aquí terminan pues tienen el mismo final que todo no no sé si quieres ir más para yo voy hasta ya estaba pues no sé si quieres ir o te quieras quedar aquí tú me dices gracias вот здесь где сейчас иду ездят полицейские машины патрульные но канал так они не заходят они туда заходят только если есть них на это определенная причина если там нашли тело и так далее тогда они заезжают по сути там внутри царят свои собственные законы удивительно следующая штука что полицейский мне ничего не сказал да он сказал что здесь живут люди но мне ничего не сказал по того что здесь опасно чтобы я здесь не ходил это очень странно обычно мне здесь все в тихуане так говоря очень много валяется всякой одежды матрасов старых постельного белья ну как тряпья одеял и вот здесь например видно да что все закопченное такое вот здесь все закопченное и видимо ну сожгли то что здесь было я на полпуенте на пуенте по я кемару тонус кемару но декану 5 векас и надо на схемах нас и есть такие расщелины откуда стекает сюда вода в этот канал канализационный и там обычно жили и живут люди я думаю они здесь все еще живут видимо бауреет полицейские и людей отсюда этих убрали люди на мостах которые здесь они смотрят на меня с очень очень большим удивлением что я здесь вообще хожу и возможно это вообще плохая идея здесь ходить тем более уже вечер как бы не очень безопасный вот речка течет до канализация и собственно где обычно находят тела вот эта решетка обычно тела несет по течению и вот эти тела они здесь застревают в этой решетке здесь уже находят коммунальные службы либо полиция либо люди которые здесь живут и соответственно сообщают уже о происшествии да сегодня я также приходил в полицейский участок пытался попросить чтобы они меня сопроводили но они отказались и никого и не нашел кто бы со мной мог сходить поэтому я решил пойти один там три собаки у чуваков которые там живут не знаю ты мне туда или нет как бы ладно а собаки как-то напрягаться что-то 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 овся спят спят на на воде заднем Я живу в Сан-Жосе, Калифорния. Сколько времени ты живёшь в Украине? 28 лет, 29 лет. Я остался здесь работал. Я остался здесь. Я привыкнулся к жизни здесь. Моя полиция мальчата много. На самом деле, у нас есть большая искусство, но не потому, что мы в городе неправильно, мы не имеем дома, мы не можем сделать все, что они хотят. Моя полиция не позволяет нам сделать ничего. Все мы отнимаем. Это очень сложно для нас, и мы можем изготовить деньги. Если вы хотите купить телефон, вы его отрабатывали, вы хотите купить его, вы можете купить его, вы его отрабатывали, все, все, все вы отрабатывали. Здесь пришли полицейский, чтобы остановиться, устранить, чтобы не было ни одного у нас, даже чтобы испортить нашу перененцию, чтобы испортить их. Они не импортировали, если есть люди внутри, или нет, Люди не берут лумбр. Что ты делаешь? Он говорит о директоре субботворения, который говорит о том, как были работы с rescатами, где находили тело. Директор, это говорит о том, что это было с гпс. В телефону, он contactался так. Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok